Внимание! Сейчас вылетит птичка. Спасибо издательству Хобби Уолл за то, что теперь каждый может сделать свой идеальный кадр без знания иностранных языков. Перед тем, как первый раз сыграть в идеальный кадр, вы достанете из панчборда гостей вашего мероприятия. Таких панчбордов всего четыре. Но потому что у каждого из игроков будет абсолютно одинаковый набор посетителей. И вот такие столы необходимо собрать перед вашей первой партией. Для начала согните по сгибу до предела каждую сторону стола. А затем соединяем вот так, чтобы получился стол. Соберем еще парочку столов, чтобы на этих столах потом разместить несколько блюд. А также поставить вот такую десертную чашку и один круассан. Фотоаппарат заряжен, чтобы сделать идеальный кадр. А сейчас давайте пригласим гостей, чтобы сделать идеальную фотографию. Из коробки достаем прозрачные подставки. Их очень много, потому что у каждого игрока в начале партии будет 14 героев. Эта участь ожидает каждого героя. Можно я буду звать тебя оперной певицей? Конечно можно, каждому герою вы сами дадите свои имена. А теперь вам нужно взять двусторонний планшет пола и определиться, какой стороной вы хотите, чтобы он лежал перед вами. Планшет вы располагаете так, чтобы стрелка показывала на вас. Теперь нужно взять стол и поставить его на место, отмеченное стрелкой. А теперь выберите место, в которое вы хотите отправиться со своим фотоаппаратом. Это будет место, где звучит классическая музыка, или место, где звучат птицы, или бар лучших воспоминаний. Как только вы определитесь, какое место вам подходит под сегодняшнее настроение, вы берете с собой вот эту ширму и ставите ее перед собой. Как только вы установите ширму, тут же на столе появится угощение для гостей. Посмотри их сколько. И сейчас все они будут на столе. Как на столе будут размещены блюда, решать только вам. Может быть это будет вот такая расстановка, а может быть и другая. Давайте еще вот такое блюдо положим. Здесь разлитую бутылку и несколько вот таких вот, знаете, десертных тарелочек с круассаном. А теперь вы берете 14 фигурок гостей и ставите их рядом с ширмой. Не за ширму, не рядом со столом, а рядом с ширмой, потому что вы еще не знаете предпочтения этих гостей, как они хотят разместиться на этой фотографии. А чтобы выяснить предпочтения гостя и узнать, как же он хочет выглядеть на фотографии, нужно взять три карты предпочтения. И не глядя на лицевую сторону этих карт, нужно взять и отправить их вот в эти конверты гостя. Это такая игра, что даже у Фикуса есть свои предпочтения. Поэтому смотри. Раз, еще два и еще три. Три карты предпочтения есть и у Фикуса. И у вот этой собаки Корги тоже есть предпочтения. Давайте разложим все оставшиеся карты по конвертам. Если вы все сделали правильно, то в каждом конверте сейчас по три предпочтения. Это будет демонстрационная партия на двоих, поэтому давайте посмотрим в таблицу и выясним, сколько каждый игрок получит конвертов гостей. Если играет двое, то пять конвертов получает каждый в начале партии и четыре конверта кладут в центр стола. Ну а теперь гости по-настоящему тусят. Ну это видно сейчас на ваших мониторах. Смотри, как я тасую их тусовку. И теперь каждый игрок получает раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И вот эти четыре конверта, они кладутся в центр стола. А теперь каждый игрок получает еще одну особую карту, особого гостя. Начислите очки за этого гостя, еще раз за каждую такую карту. О том, как разыгрывать эту карту, расскажу чуть позже. А теперь соберем колоду обмена. Для этого отбросим в сторону карты обмена для трех-четырех игроков. И оставим только для двух. Но, обрати внимание, здесь есть вот такие три карты. Они используются только в режиме с аукционом. Мы их пока что отбрасываем в сторону. И берем шесть карт обмена с вот такими символами обмена. Теперь мы их перемешиваем. И наша колода обмена готова. А теперь нужно торжественно вручить карту первого игрока тому, кто последним за столом делал селфи. Это, конечно же, слон. Слон любитель делать селфи и сделал селфи прямо сейчас. Кот второй игрок, а слон первый. В этой игре вас ждет состязание фотографов. Отправляйтесь на светский прием и поймайте идеальный кадр. Но не все так просто. У каждого гостя есть определенные предпочтения насчет общей фотографии. Только подумайте. Один джентльмен хочет оказаться на виду, а другой, чтобы его соперника не было видно за фикусом. Постарайтесь учесть как можно больше предпочтений и сделайте так, чтобы большинство гостей остались довольны вашей фотографией. Свет выставлен, камера готова. Дело за вами. Начнем. Игроки независимо друг от друга смотрят любой конверт предпочтений своих гостей и выставляют, либо не выставляют эти фигурки на поле. Слон решает первым открыть конверт вот этой барышни. Он назовет ее Японский Фартук. Но таков уж слон. Он, когда видит какого-то персонажа без имени, обязательно сначала даст ему имя. Итак, японский Фартук хочет стоять у стола, не хочет стоять рядом с мужчиной, и хочу загораживать этого гостя. То есть, это можно будет увидеть только на фотографии. Ну, а пока что давай расставлять. Итак, смотри. Японский Фартук может стоять либо здесь, либо здесь, либо вот на этих местах. Ну, давай расположим ее сначала, ну, вот здесь. Пускай стоит около стола. И она не хочет стоять рядом с мужчиной, но она хочет загораживать вот этого Корги. Загородила. Ну, на фотографии мы сделаем еще лучше. Корги не будет видно. А можно еще, знаешь, как сделать? Можно поставить вот так. А Корги поставить вот так. И на фотографии точно даже вот так. И на фотографии, когда мы будем делать, точно загородим Корги. Ну, и рядом мы постараемся, конечно же, чтобы японский Фартук рядом, не здесь, не здесь, не здесь, не стояли мужчины. Давай проверим. Вот если мы сделаем фотографию вот так, то мы Корги точно загородим. Видишь, там только виднеются, да, только виднеются лапки. А если вот так сделать, то уж точно можно загородить. Но всегда будем помнить, что мы можем переставлять фигурки и, скажем, поставить вот здесь японский Фартук, а здесь Корги. И вот где-то вот так вот снять, чтобы японский Фартук закрыло на фотографии Корги. Итак, это первое предпочтение. Сейчас посмотрим, что там предпочитает оперная леди. Трудно удержаться, чтобы не спеть что-нибудь, когда видишь такую поющую фигуру. Хочется стоять подальше от стола, запомним. Хочу стоять рядом с этим гостем или быть этим гостем. Хорошо, сейчас сделаем. И хочу стоять справа. Ну, сам понимаешь, вот здесь совпадают у нас две клетки. Раз-два, раз-два. То есть мы можем выполнить и это предпочтение, и это предпочтение. Поэтому давай размещать гостей. Итак, только, знаешь, наверное, все-таки мы поставим ее подальше, оперную нашу леди. А вот эту барышню, которая показывает... Нет-нет будет? Барышню будем называть нет-нет. Нет-нет. Вот так. Барышня нет-нет. Причем одним словом это. Нет-нет. Это не два слова. Начинаем расставлять. Итак, оперную леди мы поместим вот здесь. А вот эту барышню нет-нет разместим вот здесь. Или поменяем их местами вот таким образом. Причем каждый гость может занимать только вот одну клетку рядом со столом. Вот с этого фоторакурса хорошо видно, что каждый гость занимает ровно одну клетку. проверяем. Если мы сделаем фотографию, ну, скажем, вот так, то... Корги, кстати, Корги может стоять и вот здесь, да, потому что это все еще одна клетка. А вот этот японский фартук здорово будет закрывать собаку. Это может показаться странным, но вы разговариваете с растениями, вы особый фотограф, вы говорите, фикус-пикус, что ты хочешь? Он говорит, я хочу загораживать вот этого гостя, ну, вот эту гостью. Я хочу стоять подальше от стола, а я хочу стоять у стола, вот такой противоречивый, понимаешь, фикус-пикус. Понимаешь, ему подавай либо вот эти клетки, либо вот эти. Но здесь совпадений нет, поэтому, наверное, все-таки мы выберем вот это место. Наверное, вот это место. И будем загораживать этого гостя. Ну, что же, фикус, давай, ты становись вот сюда, рядом с барышней, да, что там загораживает, ну, сейчас посмотрим. Я думаю, что здорово будет загораживать вот эту, давай ее как-нибудь назовем. Это у нас, что у нее? Значит, у нее желтое платье и еще посмотри, какой желтый венок. Желтый венок будет называться. Желтый венок будет называться эта барышня. И фикус здорово будет ее закрывать. Как, собственно, помогать, наверное, закрывать будет и собаку Корги. Кстати, пока что собаке Корги не придумали имя. Причем японский фартук доволен, потому что она стоит не рядом с мужчиной. Фикус может стоять, мужчины нет. И фикус здорово загораживает желтый венок. желтый венок тоже на фотографии не будет виден. Уиски Мэн, прислушайтесь, говорит о своих предпочтениях, где бы он хотел стоять на фотографии. Он хочет стоять подальше от стола. Пока что у нас есть еще местечко. Хочу стоять рядом с этим гостем. Есть такое место. И хочу стоять во втором ряду. Но тут сам понимаешь, да, либо во втором ряду, либо подальше от стола. Потому что вот эти две клетки это разные локации. Давай-ка мы не будем смотреть на эту карту. Мы возьмем Уиски Мэн и поставим его вот сюда, вот так, рядом с фикусом. И таким образом он стоит подальше от стола и с фикусом. И помнишь, что у нас есть еще карта особого гостя. Скорее всего мы ее, эту карту, мы расположим ее вот сюда, вот в этот конверт, потому что у нас японский фартук. У нас, по-моему, все три предпочтения этого гостя выполнены. Поэтому давай посмотрим, что там еще у вот этого шкета с Мишуткой и решим, куда мы отправим карту особого гостя. И будем ли мы отправлять в этом раунде эту карту в конверты? Там, там, там хочу стоять, говорит шкет с Мишкой и говорит, я хочу стоять рядом с этим гостем. Хочу, чтобы моего лица не было видно, ничего себе, и хочу стоять в четвертом ряду. Ну, давай смотреть. В четвертом ряду у нас еще есть местечко, вон там, но вот эта барышня, желтовенок, она у нас там в углу стоит, давай-ка может быть ее сейчас переместим, корги поставим сюда, так, давай, давай думать. Давайте передвинем корги вот сюда, вот сюда вот мы желтовенок передвинем, и туда, если мы поставим вот этого шкета с Мишкой, то лица его точно наверное не будет видно, но фикус вообще загородит все, да, лица только не должно быть видно, знаешь как, мы поменяем, мы поменяем вот так, вот таким образом, вот сюда поставим шкета, сейчас мы его загородим кем-то, причем, видишь, по диагонали соседство возможно, то есть, вот у нас японский фартук, она не хочет, чтобы рядом там в клетках по вертикали и горизонтали стояли мужчины, а по диагонали ей все равно, но теперь нужно обязательно закрыть, но ты знаешь, на фотографии закрыть лицо шкета будет легко, мы возьмем вот так, и вот так вот раз, и все, видишь, и бутылочки закрыли лицо шкета, так, ну а теперь давай посмотрим, вроде бы все конверты, да, рассмотрели, уже, и в принципе можно даже некоторые фигуры снимать, это мы так, знаешь, так выставили в первый раз, так прикидка такая, но можно сейчас взять и сказать, не, слушай, мы шкета вообще не выставляем, не нужен, только у нас лишние очки отнимет, а можем оставить все как есть. У каждого игрока только одна карта особого гостя, и японский фартук втайне, конечно же, от всех получает вот эту карту особого гостя от слона, но уже сейчас понятно, что фикус недоволен тем, что он не загораживает желтовенок, а он это очень хотел, более того, он хотел, знаешь, там стоять либо вот там не у стола, либо, ну, то есть, он такой противоречивый такой, да, то есть, но вот уже одно предпочтение мы выполнили, но уже он не загораживает, хотя если мы сейчас переставим ее вот сюда, то мы можем взять этого шкета и убрать, ну, потому что, что он там, в четвертом ряду хотел стоять и лица не было, хотя ты знаешь, нет, мы, наверное, все-таки переставим ее вот сюда, да, фикус будет загораживать желтовенок, а вот сюда мы еще кого-нибудь определим, ну, а вот этот вот шкет, он говорит, знаешь, я, конечно, хотел стоять рядом с этой леди в желтом, но хотя бы предпочтение, что я стою в четвертом ряду и моего лица не будет видно, это, скорее всего, мы на фотографии отобразим. Пока слон расставлял своих гостей, кот будет расставлять своих. Кот для начала узнает предпочтение леди 10 пальцев. Вы успели почитать? Вроде бы 10. Она хочет стоять в третьем ряду, хорошо, так что ты хочу стоять рядом с этим гостем, так понятно, каскадер, значит, будет рядом и хочу стоять в первом ряду, опять-таки, посмотри, леди 10 пальцев противоречиво, нужно выбрать место, где она будет стоять. Но для начала давай все-таки в третьем ряду и вот так в третьем ряду она будет стоять и рядом будет каскадер. Каскадер, интересно, с кем рядом хочет стоять каскадер, может быть, каскадер не хочет стоять с леди 10 пальцев. Но пока что кот узнал предпочтение только леди 10 пальцев. Желтый венок отвернулась, чтобы чихнуть и после того, как чихнула, сказала, я хочу стоять рядом с этим гостем, я хочу стоять по центру и хочу стоять рядом с этим гостем, пожалуйста, мы сейчас тебе это организуем. Итак, ты будешь стоять по центру, рядом с тобой будет виски-мен и вот здесь будет стоять японский фартук. Все твои предпочтения мы выполнили и скорее всего кот говорит, это претендент на то, чтобы положить сюда карту особого гостя, потому что все три предпочтения кот выполнил. Пока что он вот пометит этого гостя вот таким способом, он ведь еще не смотрел вот эти карты, может быть, что-то и поменяется, поэтому давай сейчас обратим внимание на леди, которая гладит невидимую собаку. Да, но это особая леди, она гладит особых невидимых собак. Итак, ее предпочтение, хочу стоять рядом с этим гостем, леди 10 пальцев, хочу стоять слева, организуем, и хочу стоять по центру, но вот тут надо выбирать, либо слева, либо по центру. Давай остановимся, мы вот здесь слева есть местечко, поэтому где там наш, ну вот, смотри, вот так, да, стоит барышня, которая гладит невидимого пса, и она стоит слева от стола, и рядом с леди 10 пальцев. Да, здесь не получилось выполнить все предпочтения, потому что очень противоречивая леди, которая гладит невидимого пса. А вы знаете, коту осталось посмотреть еще два конверта. Да вы что, да, два конверта, и после этого уже определиться, какие фигуры оставить за столом, а какие, может быть, снять, чтобы они не отнимали победные очки. Леди нет-нет, говорит, нет-нет, нет, вы знаете, я, я, я хочу стоять рядом с Корги Ингеборги, я хочу стоять рядом с бородатым Феоле, и я хочу загораживать гостя леди 10 пальцев, но вот это вряд ли, это вряд ли, потому что, чтобы загородить вот этого гостя, нам нужно, нам нужно, смотри, поставить, вот, знаешь, это мы не будем, учитывайте, мы возьмем Корги, мы возьмем, поставим Корги, ну, куда-нибудь, вот сюда, мы поставим рядом леди, нет-нет, здесь, рядом же хотела, и вот этого бородатого Феоле, пожалуйста, все стоят на своих местах, пока что никого мы не загораживаем, ну, очень хотелось бы вот леди нет-нет, загородить леди 10 пальцев, но невозможно выполнить все предпочтения, итак, посмотрим, что там ожидает от этого фотоснимка, вот этот пес, Корги, ингиборги, вот на собачьем языке, это значит, не хочу, чтобы меня кто-то загораживал, хочу стоять рядом с этим веселым шотландцем, и хочу стоять слева, Корги, у нас для тебя есть сюрприз, смотри, если мы сейчас, мы возьмем, конечно, Корги, и переместим вот сюда, поэтому Корги никто не будет загораживать, и Корги будет стоять слева, но, как ты помнишь, в этом случае, да, вот эта леди нет-нет, она говорит, ну, я так хотел стоять рядом с Корги ингиборги, с вот этим вот бородатым феоле, но не все предпочтения мы можем выполнить, прости, А вы знаете, что недавно сделал Кот? Нет-нет, он взял и положил карту особого гостя, вот эту, вот сюда, в конверт леди желтовенок, теперь эта карта особого гостя будет увеличивать победные очки Коту, интересно, будет ли она увеличивать победные очки Суламо, а теперь нужно раскрыть верхнюю карту колоды обмена и прочитать указанный на ней текст слух, открываем карту обмена и видим слухи, вы берите по одному конверту из центра стола или у другого игрока, посмотрите его содержимое и затем верните обратно конверт в центр стола. Тут есть уточнение, один и тот же конверт могут выбрать несколько игроков. Слон смотрит на расстановку гостей и говорит я все знаю про оперную диву, про шкета, про японский фартук фикус-пикус и виски-мен, но совсем ничего не знаю про корги, а также леди в желтом и госпожу нет-нет, и посмотрим в центре стола. Там у нас персонажи, про которые в принципе слон сейчас не хотел бы знать. Он говорит вот смотрите меня интересует вот леди нет-нет, вот это барышня и корги, но останавливает свой выбор на вот этом конверте и тут же конечно берет его с собой чтобы достать оттуда и узнать какие там предпочтения у леди нет-нет. Леди нет-нет раскрывает тайну слону. Я хочу загораживать этого гостя, я хочу стоять рядом с этим гостем и хочу стоять рядом с вот этим гостем с бородой фиоле. мы помним что оперная дива она говорит я хочу стоять либо на вот этих вот четырех клетках либо на вот этих вот клетках и поэтому это сразу два предпочтения и если мы передвинем ее сюда то одно предпочтение мы уже не сможем выполнить но зато вот сюда мы не будем ставить этого господина потому что вот этот японский фартук не любит когда рядом мужчины мы вот сюда вот мужчину поставим а он будет стоять рядом с госпожей нет нет а что касается вот это значит получается загораживать гостя да нужно как-то загораживать и причем она должна загораживать этого гостя то есть вот так но и здесь сам понимаешь вот если мы ставим так то мы предпочтение вот этой барышни нарушаем рядом мужчина ну в принципе если передвинуть еще дальше вот сюда давай попробуем рядом вот так будет загораживать загораживать будет у нас вот эта барышня ну скажем как-нибудь вот так если фотографии сделать видите мы только руку видим а лицо не видим вот такая фотография возможно но оставим так давай пока что так оставим и вот эти карты мы возвращаем обратно вот в этот конверт и конверт мы вернем сейчас обратно коту забирай карту госпожи нет обратно а кот говорит посмотри мне очень интересно узнать все про каскадера потому что вот про корги шморги про госпожу которая гладит невидимую какую-то собаку про леди 10 пальцев госпожу нет нет нам известно более того еще вот леди в желтом тоже известно и ну что давай посмотрим про каскадера его предпочтение поэтому из центра стола мы берем вот этот конверт и рассматриваем его каскадер рассказывает о съемках в своем последнем фильме и говорит значит я хотел бы стоять у стола я не хочу чтобы меня кто-то загораживал и я хочу стоять рядом с этим гостем ну хорошо давай попробуем смотри если мы вот здесь поставим оперную певицу то одно предпочтение выполнено но как быть с вот этим предпочтением смотри раз два три четыре пять шесть семь вот какие предпочтения может быть давай так давай мы передвинем его вот сюда вот смотри его никто не будет загораживать это первое оперную диву поставим сюда но ты помнишь да что у вот этой барышни было предпочтение она вообще-то хотела стоять либо в первом по моему ряду либо в третьем и мы сюда сейчас ее передвинем да то есть так никто не загораживал никто не загораживал как же это сделать а никто загораживать не будет вот так барышня встанет и ты будешь на фотографии тебе никто загораживать не будет вот значит мне кажется что вот так нужно расположить знаю правильно я сделал или нет посмотрим при подсчете очков мы возвращаем все вот эти карты и в центр стола вот этот конверт предпочтений возвращается все мы узнали все слухи за этим столом прочитал уточнение карты не хочу чтобы меня кто-то загораживал считается что вы учли это предпочтение если фигурка гостя не загоражена фигуркой какого-либо другого гостя на фотографии но вот здесь ведь явно что леди 10 пальцев будет загораживать поэтому возвращаем ее обратно пускай тут у нас стоит а вот господина каскадера мы поставим вот так и вот точно никто не будет загораживать и рядом поставим оперную диву о все мне кажется смотри все три предпочтения выполнены во-первых он хотел стоять с оперной певицей да он стоял хотеть он хотел стоять на вот этих вот клетках рядом со столом и чтобы его никто не загораживал все вот теперь все предпочтения мы учли ну а теперь нужно сбросить раскрытую карту обмена и передать карту первого игрока участнику слева и так мы сбрасываем вот эту карту и передаем карту первого игрока коту кот давай что там нужно сделать все игроки просмотрите карты предпочтений в своих конвертах мы уже все посмотрели и теперь раскроем верхнюю карту колоды обмена и прочитаем указанный на ней текст вслух открывается новая карта обмена и это выбор визави начиная с первого игрока и далее в порядке хода возьмите любые два конверта из центра стола и положите в свою игровую зону и положите любые два конверта из своей игровой зоны в центр стола кот абсолютно уверен что правильно расположил вот эту вот леди желтый венок все предпочтения ее выполнил и давай-ка вот эту барышню которая гладит невидимую собаку вот эти два конверта отправится сюда но перед этим нужно взять два конверта и вот эти два конверта кот заберет себе обязательно в начале следующего раунда он посмотрит содержимое этих конвертов а пока что подождем что будет делать слон слон абсолютно точно уверен что сбросит вот эти два конверта предпочтений но какие же взять давай посмотрим может быть узнаем что-то новенькое про вот этого молодого господина и может быть так ну давай смотреть может быть все-таки про вот эту леди узнаем с желтым венком то есть мы берем вот эту и вот эту а почему эту и эту мы берем этого и эту и мы берем сбрасываем вот эти два конверта все ну а теперь кот сбрасывает раскрытую карту обмена и передает карту первого игрока участнику слева то есть слону а вот эту карту сбрасываем теперь все игроки просмотрят карты предпочтений в своих конвертах и расставят любые фигурки гостей для начала слон узнает предпочтение жениха он хочет стоять в четвертом ряду он хочет стоять у стола и он хочет стоять рядом с этим гостем ну что ж давай тебя вот сюда вот развестим вот сюда вот да и рядом поставим барышню которая гладит невидимого пса вот уже все вот твои предпочтения выполнены правда вот этот мы не можем выполнить и то и это поэтому в четвертом ряду ты стоять не будешь ну а теперь узнаем предпочтение слон он это впервые будет узнавать и что же там у гостей в желтом платье хочу стоять рядом с виски мэном хочу стоять с японским фартуком хочу стоять по центру и особый гость начислите очки из этого гостя еще раз за каждую такую карту значит слушай это надо выполнять вот эти предпочтения этой барышни и получать победные очки и смотри как удачно складывается дело в том что вот этот шкет с мишкой я очень хотел стоять в четвертом ряду рядом непосредственно с леди желтовинком вот теперь твои предпочтения выполнены и смотри теперь что хочет эта леди она говорит я хочу стоять рядом с японским фартуком и чтобы рядом еще рядом еще стоял этот господин но давай мы так и сделаем давай-ка мы вот так вот сделаем причем знаешь как смотри фикус по-моему хотел загораживать эту барышню но у фикуса ничего не выйдет мы вот так вот значит смотри корги сюда расположим так и получается что предпочтения все выполнены да смотри рядом рядом по центру и особый гость так мы сейчас возвращаем вот эти все предпочтения в конверт и смотрим как будет продолжаться раунд у кота кот начнет с того что посмотрит предпочтения бородатого феоле хочу стоять справа сейчас организуем хочу стоять рядом с вот этим шкетом с медвежонком хочу стоять рядом с этим гостем гостем с женихом хочет стоять рядом даже отмечены клетки на которых хочет стоять этот бородатый феоле да мы сейчас конечно нарушим кое-какие предпочтения но тем не менее выполнено предпочтение бородача он хочет стоять вот здесь слева выполнено рядом чтобы был вот такой особый гость он говорит я завтра женюсь жених чтобы а вот здесь вот шкет чтобы стоял и будет ли его видно ну как нибудь фотографию нужно будет делать вот так как нибудь как нибудь вот так фотографию нужно будет делать ну шкет там не давай поменяем давай все-таки вот сюда шкет поставим вот сюда вот может быть здесь его между фигур и да вот так причем уберем вот сюда Это блюдо И вот так Ну вот уже вот где-то так Мы сможем рассмотреть всех Оперную певицу к себе Немножко повернем И потом будем делать фотографию Пока что еще расстановка не завершена Веселый шотландец Говорит, что, вы знаете Я очень хочу стоять в третьем ряду Не хочу стоять рядом с женщиной И хочу стоять по центру Но смотри У нас весь центр занят Вот эта клеточка осталась Мы, может, сюда его поставим Но тут аж целых две женщины Он этого очень не хочет Но, тем не менее, это предпочтение мы не выполнили Но мы можем выполнить Вот эти два предпочтения Если переместим этого шотландца Куда-нибудь вот сюда, на третий ряд Вот куда бы мы его переместили Вот нет, вот здесь Так все хорошо складывается Так все, вернее, уже сложилось хорошо Все предпочтения выполнены Но пускай веселый шотландец там стоит Хотя бы одно предпочтение выполнили Теперь пришло время раскрыть очередную карту обмена Это открытие Выберите случайным образом два конверта из центра стола И раскроете их содержимое для всех игроков Сейчас в центре стола у нас лежит четыре конверта Мы перемешиваем И случайным образом достаем вот этот конверт И вот этот конверт Вот содержимое этих двух конвертов Для всех будет сейчас открыто Итак, первый конверт Это у нас каскадер Хочет стоять рядом с этим гостем Хочет стоять у стола И чтобы его никто не загораживал Вот эти все предпочтения кот выполнил Но кот-то знал его предпочтения А вот что касается слона Он говорит Так, подожди Чтобы никто не загораживал Может быть, вот сюда я его поставлю Но в этом случае Предпочтение вот этого японского фартука будет нарушено Потому что она не хочет стоять рядом с мужчиной И поэтому Но его никто не загораживает И он у стола Ай-яй-яй Как же быть? Как же быть? Может быть Может быть Сейчас мы посмотрим И решим Стоит ли оставлять здесь его После того, как Откроем следующий конверт И Это у нас Леди, которая гладит невидимую собаку Хочу стоять рядом с этим Гостем Слева и по центру Это что касается Вот этой барышни Она стоит здесь слева И Нет, не рядом С вот этой Значит, если рядом ее поставить Вот сюда Вот предпочтения будут выполнены Но посмотрим Будем ее, значит, перемещать отсюда Туда, если захотим Ну а здесь А здесь Да, рядом стоит с этим гостем Слева Но не по центру Все, предпочтения выполнены Все Еще могут переставлять Свои Своих гостей Здесь За ширмами А вот Этих гостей Мы возвращаем В центр стола Теперь эта карта обмена Сбрасывается И Карта первого игрока Передается Коту Кот смотрит На Вот этот Одинокий фикус Он говорит Мы уже просмотрели Карты предпочтений В своих конвертах А теперь нужно раскрыть Верхнюю карту Колоды обмена И прочитать Указанный на ней Текст Смотри Сколько еще осталось Давай вот это возьмем И посмотрим Подарки Одновременно Передайте Два любых конверта Из своей Игровой зоны Сопернику Кот Выбирает Скажем Вот этот Конверт И вот этот И передает Слону А слон говорит Так Профикус Он ничего не знает Пускай ничего не знает Вот Это Леди Желтовенок И Вот этот Шкет Отправляется Коту А теперь В памятке сказано Нужно сбросить Раскрытую карту Обмена И Слон получает Карту первого игрока Теперь все игроки Просматривают Карты предпочтений В своих конвертах Леди Нет Нет Все по-прежнему Хочет стоять Рядом С этим гостем Загораж Хочу загораживать Вот этого гостя И рядом С Корги Ингиборги Но Да Вот здесь у нас стоит Леди Нет Нет И Пока что только Одно предпочтение Выполнено Загораживает Может быть Вот Если вот Так Разместить Эту барышню Это же как Нужно так Изловчиться Фотографию Сделать Чтобы Именно Она загораживала Нет Пока что Обратно Возвращаем И Корги О Слушай А что если Поставить Вот сюда Корги Вот сюда Потому что Потому что У нас Ну Особое Отношение К Японскому Фартуку Там мы знаем Точно лежит Карта Особого гостя Поэтому Давай пока что То мы Вот Этого Рискового Каскадера Оставим Вот здесь Мы подумаем Куда его разместить Но пока что Не будем Его размещать Там Так А что касается Вот Этой Барышни Леди Леди Десять пальцев Хочу стоять Рядом С этим Гостем Хочу стоять В третьем Ряду Или Хочу стоять В первом Ряду Но подожди Первый ряд Может быть Не для тебя Может быть Третий ряд Может быть Третий ряд Но тогда Третий ряд Да Мы знаешь Как сделаем Мы вот так Разместим И вот так Разместим Этого Гостя Хотя Нет 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 Подожди Подожди Она должна Стоять В третьем Ряду А вот Там Должен Стоять Каскадер Рядом С этой Барышней Ну Во всех Случа Это пока У нас еще Впереди Два раунда Ну а теперь Посмотрим Как кот Будет располагать Своих гостей Вот в этом Банкетном Зале Кот знает Про леди В желтом Практически Все Потому что Посмотри На предпочтение Леди По центру Стоит Рядом С гостями Которыми Она хочет Видеть В общем Это Неспроста Здесь Карта Особого гостя Здесь очки Будут начисляться В двойном Объеме Ну а что касается Шкета С медведем То он Посмотри Хочу чтобы Моего лица Не было видно Не было видно Ну то есть Все таки Придется Вот сюда Вот поставить Какой-то Канделябр Чтобы через него Не было видно Лица А может быть Кстати Подожди Может быть Вот так Как-нибудь Поставить Разберемся Рядом Вот сюда Но Да Мы будем Загораживать Его Вот Таким Вот Вот такой Конструкцией Ну хотя бы Так Хотя бы Так Если бы Еще возможно Его разместить Было Вот здесь Но тогда У нас Бородач В фиолетовом Костюме Будет расстроен Что на фотографии Рядом с ним Не стоит Шкет Вроде Все А теперь раскрывается Предпоследняя карта Обмен Это кража Одновременно возьмите Один любой конверт У соперника Слон пока что Ничего не знает Про Вот этого Веселого Шотландца Именно поэтому Он забирает У кота Вот Эту карту Ну а что касается Кота То он конечно Говорит Слушай Ну а у меня Профикус Да То же самое Ничего не известно Профикус Ну что же Пора теперь Посмотреть На На фикусы И на Веселого Шотландца И Расположить их Уже перед Фотообъективом Но перед этим Мы конечно же Сбрасываем Раскрытую Карту Обмена И передаем Карту первого Игрока Участнику Слева Кот Значит тебе Первому Фикус Размещать А место Для фикуса У кота Осталось Только одно В четвертом Ряду Хочу загораживать Этого гостя Хочу стоять У стола И хочу стоять Подальше От стола Ну вот Совсем Другое Дело Вот смотри Вон туда Поставим Фикус Подальше От стола И все Правда Не загораживает Вот этого гостя Но Это и ни к чему Ну а что касается Одного Предпочтения Ну хотя бы Так одно Предпочтение Есть И посмотрим Куда разместит Веселого Шотландца Слон Итак Веселый шотландец Очень хочет Стоять в третьем ряду Не рядом с женщиной И хочу стоять по центру Ну то есть Нас интересуют Вот эти раз Два Три клетки Давай смотреть Вот они Три клетки Да Здесь у нас Есть барышня Которая с мужчиной Не хочет стоять Поэтому тут у них Взаимное Нежелание Видеть Друг друга Но Если мы поставим Шотландца Вот сюда То ни одно Хотя нет Хотя смотри Он не хочет стоять Рядом с женщиной Да Он стоит здесь С бородачом И шкетом То есть Одно предпочтение Выполнено Но вот эти два К сожалению Нет Опять таки Это все временно Может быть мы вообще К шестому раунду Возьмем и некоторых Персонажей Снимем С этой фотографии Чтобы они Не мешали нам Зарабатывать победные очки Ну а теперь Пора раскрыть Финальную карту Колодой обмена И прочитать указанный На ней текст Слух Дамы и господа Леди Синьора Мисс Фрау Начинается танец Оставьте себе По одному конверту Остальные положите В центре стола Перемешайте Все конверты В центре стола И случайным образом Верните Каждому игроку Столько конвертов Сколько он положил В центре стола Кот Оставляет себе Вот этот конверт А слон Оставит себе Конверт Конверт Леди Нет Нет Вот эти все конверты Вместе с теми Которые сейчас Лежат в центре стола Нужно перемешать И это конечно Займет Какое-то время Давайте их Тщательно перемешаем Вот так И теперь каждый получит Четыре конверта Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре А вот эти конверты Отправляются В центр стола Все Кот и слон Сейчас будут готовы Сделать Финальную фотографию То есть Каждый Сделать Свой Идеальный Снимок В карьере Интересно Кто наберет Больше победных очков Слон Или кот Ну давайте еще раз Просмотрим Мы конечно же знаем Что Корги у нас Хочет стоять рядом С вот этим Веселым шотландцем Вон с тем Чтобы никто не загораживал И слева Все здесь выполнено Только Шотландец стоит Далеко Далеко Здесь Жених Жених у нас Представлен вон там Рядом с бородачом И что он хочет Стоять у стола Не выполнено Стоять в четвертом ряду Не выполнено Хочу стоять рядом С этим гостем Не выполнено Вот Жених выполняет Только прихоть Вот этого бородача Который говорит Хочу чтобы жених Стоял рядом С этим шкетом А что касается Вот Этого господина То Ни одного из его Предпочтений Не выполняется Ну кроме как Если его поставить Вот сюда Обратно Понимаешь Да Обратно поставить Чтобы хоть одно Предпочтение Было выполнено Какое Какая же Какая же Не при этом Может быть просто Его взять и снять Чтобы он Чтобы он Перестал Или Все таки Помнишь Мы сашкет Ему поменяли Помнишь Мы это сделали Вот так Хотя бы Одно предпочтение Будет выполнено Вот так Хорошо Посмотрим Что дальше Здесь у нас Японский Фартук Хочу Загораживать Корги Шморги Не получится Это сделать Не хочу Стоять рядом С мужчиной А ты стоишь Рядом С мужчиной Ой 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 Может быть Все таки Корги С веселым Шотландцем Вот сюда Поставить Да И Это особый Гость Да Смотри Особый гость Поэтому Давай-ка Попробуем Выполнить Выполнить Ее предпочтение Хочу Загораживать Не получится Гостя С мужчиной Хочу стоять У стола Стоит Но вот С мужчиной Может быть Все таки Взять Вот так Поменять Их местами Вот так И смотри Там с женщиной Все Отлично Вот Такая Ну что касается У нас Вот этого Фиолетового Бордача С женихом И шкетом Он стоит И стоит Справа Все Тут мы Все предпочтения Его выполнили Ну а что касается Леди Желтовенок Это особый Гость Смотри Она хочет стоять По центру Рядом С Вискимен И С Вот этой Вот С Японским Фартуком Все Кот говорит Я готов Сделать Финальный Снимок Ну а теперь Нам нужно Сделать Финальную Фотографию Никто не загораживал В общем Интересно Сколько такая фотография Наберет победных очков Это мы узнаем Сразу после того Как слон Сделает свою фотографию Кот прямо сейчас Уже может Начинать Подсчитывать Победные очки Но не делает Но не делает Это исключительно Потому что Хочет Посмотреть Какая фотография Получится У слона Посмотрим Что там У слона Ну во-первых Веселый Шотландец Хочет стоять Третьим В ряду Не с женщиной И по центру В третьем Не получилось Не с женщиной Получилось Не с женщиной Может быть Имеет смысл Вообще Его снять С поля Чтобы он Не отнимал Победные очки Он Вообще-то Давай посмотрим Шкет Хочет Чтобы Да Он стоял В четвертом ряду Рядом с Леди в желтом И чтобы Его лица Не было видно Это мы организуем Да Пока что Вот у нас На вылет с фотографии Веселый шотландец Потому что Ну что там Одно предпочтение Здесь у нас Фикус Хочет Загораживать гостя Не получилось Загорадить Стоять на этом месте Получилось И на этом месте Не получилось У него стоять Ну что ж Это маловато Маловато Так Что касается Каскадера Не хочу Чтобы меня Кто-то загораживал Ты видишь Где он Хочу стоять У стола Не получилось Хочу стоять Рядом с этим гостем Да Мы наверное Все-таки Наверное Ты понимаешь Это будет Это будут Очки со знаком Минус Я понимаю Что там будет Где-то со знаком Плюс Но мне кажется Что каскадера Нужно Пока что Скорить Нет Отнимать Победные очки Не нужно Также может быть И веселому Шотландцу Мы попросим С фотографии Хочу стоять Рядом с этим гостем Это что касается У нас Госпожи Нет Нет Она не стоит Рядом с этим гостем Она Хочет Загораживать Вот этого гостя Тоже не получилось И хочет стоять С господином В фиолетовом костюме Да Уж Да Шкент Очень хочет Чтобы его лица Не было видно Но Давай Попробуем Спрятать Лицо Его За вот этой Кастрюлей Или Наверное Все таки Вот так Да Смотри Корги Здорово Поможет нам Спрятать его лицо Все остальные Лица Так Что касается Вот этого Господина У нас Фикус Конечно же Очень здорово Загораживает его Но ничего Мы вот так вот Слегка его Вот так Наверное Он И будет Виден Ну что же Осталось только Сделать Финальное фото Итак Для начала Посмотрим Как мы сможем Вот Мы загородили Лицо Шкета Все остальные Лица Давай Наверное И вот Это Пододвинем Сюда Да Чтобы Открыть Корги Ингиборги Побольше Ну что же Все остальные Вроде бы Видны Вот так Абсолютно Точно Все Я Делаю Ваш Лучший Снимок На этой Вечеринке И даже Еще один Но это так Бонусом Сегодня В баре Прекрасных Воспоминаний Собралось Много Уважаемых Гостей Которые Шепнули Слону На ухо Что Хотят Быть Видны Где Именно Они Хотят Стоять И Кто Рядом Должен Быть Слон Попытался Учесть Пожелания Каждого Уважаемого Гостя Интересно Сколько Победных Очков Наберет Наберет Эта Фотография Слона А теперь Нужно Взять Ширму Сложить Вот Таким Образом И Здесь У нас Будут Подсчитываться Победные Очки А вот С этой Строи У нас Будет Памятка Да Теперь Нужно Взять По Вот Леди Стоит Не В Первом Ряду Она Стоит Не Рядом С Каскадером Она Хотела Стоять В Третьем Ряду И Стоит В Третьем Ряду Но Это Только Одно Предпочтение Смотрим Сюда Это Всего Лишь Одно Победное Очко За Эту Барышню Здесь У нас Леди В Синем Она Хотела Стоять По Центру Но Так Уж Получилось Что Она И Стоит Слева И Хочет Стоять Рядом С Этим Гостем Смотри На фотографии Это Четко Видно Это Два Предпочтения Два Предпочтения Это Три Победных Очка Раз Два Три Уже Четыре Победных Очка Начислили Так Что Касается У нас Оперной Дивы Она Хочет Стоять Справа И Причем Она Это Делает Мы Ей Не Запретили Это Делать Вот Пожалуйста Дальше Она Хочет Стоять Рядом С Этим Гостем Ну Вот Пожалуйста И Это Второе Предпочтение И Наконец Хочет Стоять Подальше От Стола Нет Не Выполнено Потому Что Стоит Она Ближе К Столу Это Опять Два Предпочтения Соответственно Раз Два Три Победных Очка Есть Семь Победных Очков Что Касается А где Ты стоишь Вот Там Там Ты стоишь Это Одно Предпочтение Есть Плюс Хочу Стоять Рядом С Фикусом И Стоит Он Рядом С Фикусом Да Это Абсолютно Верно Дальше Хочу Стоять Во втором Ряду Нет Второе Предпочтение Не Выполнено Это Не Второй Ряд И Поэтому Опять Таки Начисляем Раз Два Три Победных Очка Всего Лишь Пока Что Десять Но Мы Продолжаем Набирать Корги Ингиборги Мечтал Просто Мечтал И Стоит Рядом С Веселым Шотландцем Но По диагонали Соседство Не Считается Поэтому Не Выполнено Не Хочу Чтобы Меня Кто-то Загораживал А Тебя Никто И Не Загораживает Тебя Полностью Видно Есть Одно Предпочтение И Хочу Стоять Слева Не Выполнено Всего Лишь Навсего Одно Предпочтение Это Одно Победное Очко Ладно Жених Что Хочет Жених Жених Хотел Оказаться В четвертом Ряду То есть Вот Там А оказался Посмотри А оказался Самым Первым Хочу Стоять Рядом С Вот Этим Гостем Который Гладит Невидимую Собаку Есть Одно Предпочтение Выполнено И Хочу Стоять У Стала Да Есть Это Два Предпочтения Соответственно Раз Два Три Победных Очка Есть Так Смотрим Что У нас Японский Фартук Японский Фартук Стоит Рядом Со столом Да Совершенно верно Вот здесь Это видно Дальше Это особый Гость Значит Все будет В двойном Размере Не хочу Стоять Рядом С мужчиной Ну что же У тебя Получилось Ты стоишь С фикусом С корги И рядом С женщиной У которой На голове Желтый Венок Это второе Предпочтение И хочу Загораживать Этого Гостя Не получилось Загораживать Но тем не менее Два Предпочтения Есть Это Три Победных Очка А учитывая Что здесь Есть Особый Гость Умножаем На Два И Получается Шесть Значит У нас Четырнадцать Было Двадцать Стало Еще Немного Есть Персонажи И Посмотри У нас Бородач Бородач Стоит Вот здесь Хотел Стоять Справа И Стоит Справа Хотел Стоять Рядом С Женихом И Не Стоит Рядом С Женихом Жених Стоит Вот Здесь Поэтому Это Предпочтение Не Выполнено И Шкет Шкет Стоит Вон Там Видишь Его Загораживает Кор Таким Оразом Получается Только Одно Предпочтение Выполнено Это Одно Победное Очко Идем Дальше Так Это Барышня В Желтом Венке Она У нас Вот Здесь Она Хотела Стоять Рядом С Японским Фартуком Есть Одно Предпочтение По центру Есть И Наконец Да Хотела Еще Стоять С Господином В Желтом И Кстати Рядом И Стоит Это Ж Абсолютно Рядом У них Три Предпочтения И Это Особый Гость Начислите Очки За За Гостя Еще Раз То Получается Три Предпочтения Это У Нас 6 А 6 12 Ну Что Ж Раз Два Три Четыре Пять Шесть Раз Два Три Четыре Тридцать Три Отлично Тридцать Три Победных Очка Еще Несколько Конвертов И Мы Будем Знать Финальный Счет Веселый Шотландец Стоит В самом На самом Четвертом Ряду Это Предпочтение Не Не Хочу Стоять Рядом С Женщиной Выполнено Здесь У него Шкет И Бородач Значит Одно Предпочтение Есть И в Третьем Ряду Нет Третий Ряд Победных Очка Для Этого Получи Шкет Шкет Говорит Хочу Чтобы Моего Лица Не Было Видно И Ты Знаешь Что Мы Это Выполнили Хочу Стоять Рядом С Этим Гостем Да Ты Даже Показываешь Сторону Этого Гостя И Хочу Стоять В Четвертом Ряду Это Именно Четвертый Ряд Таким Образум Получается Раз Два Три Предпочтение Выполнено И Получается У нас Тридцать Четыре Было Сорок Стало Так Еще Три Конверта Фикус Фикус У нас Стоит Рядом С Вот Этой Вот Японским Фартуком И Он Стоит Не Подальше От Стола Не Выполнено Он Стоит Вот Здесь У Стола Есть Одно Предпочтение И Загораживать Этого Гостя У него Не Получилось Только Одно Всего Лишь На Один Что Касается Нашего Каскадера Каскадер У нас Не Представлен На Этой Фотографии Обратим Внимание Да Нет Его Поэтому Мы За него Ничего Не Получаем Это Ноль И Наконец Леди Нет 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 Вот У нас Здесь Нет Нет Она Хотела Стоять Рядом С Вот Этим Бородатым Фиоле Есть Первое Предпочтение Хочу Загораживать Вот этот гость Виден Здесь Посмотрим Что еще Она хотела Хочу Стоять Рядом С этим Гостем И Не Получилось У нее Стоять Рядом Наискосок Стоит Корги Поэтому Всего Лишь Навсего Одно Победное Очко Получает Слон За Эту Расстановку Вроде Все Получается 42 Победных Очка Набрал Слон За Вот Такую Композицию Еще раз Покажу Тебе Вот Такую Композицию И Обрати Внимание Да Вот Здесь Очень Хорошо Если Взлететь Над Фигурами Видно Как Они Занимают Все По Одной Клетке И Вот Здесь Леди Нет Нет Наискосок Стоит Корги А Хотела Стоять Рядом Не Получилось Считаем Победные Очки О Кота Кот Глядя На Свою Фотографию Говорит Хочу Получить Сначала Победные Очки За Особого Гостя Да Который Хотел Стоять Рядом С Японским Фартуком Так и Есть По центру Так и Есть И Рядом С Виски Меном Да Особый Гость Это значит Что Все Три Предпочтения Выполнены Это Шесть Победных Очков На Два Нужно Умножить Чтобы Получить Двенадцать Сходу И так Хорошо Двенадцать Что здесь Здесь Фикус Фикус У нас Он Там Вот Стоит Где-то Вдалеке Хочу стоять Подальше От стола Так и Есть Хочу стоять У стола Предпочтение Не выполнено И хочу Загораживать Этого гостя Не получилось Загородить Это всего лишь Навсего Одно Победное Очко Что касается Бородача В фиолетовом Он Вот здесь У нас И он Хотел стоять Справа Так и Есть Хочу стоять Рядом С этим Гостем Вот Он Видишь Вот его Рука Этого Шкета И хочу Стоять Рядом С этим Гостем Вот Его Нос Жениха Таким Раз Два Три Предпочтения Выполнено И это Значит У нас Девятнадцать Победных Очков Потому что Три Очка Нужно Было Прибавить Что касается Жениха Нос Которого Выглядывает Отсюда Он Хотел Стоять У стола Но Не Получилось Это Мино Зато Он В четвертом Ряду В четвертом Ряду Он Стоит И Он Хотел Стоять Рядом С Вот Этой Барышней Которая Гладит Невидимого Пса Не Получилось Получилось Только Стоять В четвертом Ряду Это Значит Одно Победное Очко Так Что Касается Вот Этого Шкета Я Видно Да Мы Очень Старались Поэтому Одно Предпочтение Выполнено И Хочу стоять В четвертом Ряду Нет Не Получилось Значит Всего Лишь Одно Победное Очко Ну И Вот Наконец Давай Посмотрим На Вот Эту Барышню Которая Поет Хочу стоять Подальше От Стола Но Не Получилось У нее Это Она Прям Стоит Рядом Со Столом Хочу стоять Рядом С этим Гостем Нет Нет Не Получилось Вот Этот Гость Ну Хочу стоять Справа Справа Стоять Получилось Поэтому Получается Всего Одно Победное Очко Смотри 22 А слон Набрал 42 Еще 20 Победных Очков И Кот Выиграет Что касается Веселого Шотландца Где он У нас Он у нас Вот Здесь На фотографии Он Он Говорит Я не хочу Стоять Рядом Женщиной А стоит Рядом Женщиной Предпочтение Не выполнено Хочу стоять В третьем Ряду Не получилось И хочу Стоять По центру Не получилось То есть Получается Не выполнено Ни одно Предпочтение А он У нас Здесь Поэтому Это Минус Три Победных Очка Раз Два Три Вот С таким Грохотом Мы Начисляем Очки Со Знаком Минус Может Быть И За Барышню В синим Будут С С минусом Очки Хочу стоять Рядом С этим Гостем Нет Вот Этот Гость Не стоишь Ты Хочу стоять Слева Не стоишь Ты Слева Хочу стоять По центру Да Ты стоишь По центру Поэтому Одно Победное Очко Получи Ну а Вот Эта Барышня Которая Показывает Что у нее Есть Десять Пальцев Она Стоит В третьем Ряду Совершенно Верно Вот Она Давай Ее Поближе Хочу стоять Рядом С этим Гостем Не выполнено Предпочтение И хочу Стоять В первом Ряду Вот Прям Здесь На месте Корги Не выполнено Одно Победное Очко Двадцать Один Что касается Госпожи Нет Нет Давайте Посмотрим Где Она Она У нас По центру И Она Хотела Стоять С бородачом Но бородач Только на нее Смотрит Издалека Говорит Не получилось Стоять Рядом С бородачом Хотела Стоять Рядом С вот Этой Леди Десять Пальцев Не Получилось Хочу Стоять Рядом С этим Гостем Не Получилось Ты Что Это Получается Еще Раз Минус Три Победных Очка Раз Два Три Топчется На месте Кот Своими Пушистыми Лапами Это У нас Господин Каскадер Господин Каскадер У нас На Первом Плане Давай Вот так Тебя покажем Он Хотел Стоит И Не Хочу Чтобы Меня Кто Заграживал Раз Два Три Три Предпочения Выполнено Это Шесть Раз Два Три Четыре Пять Шесть Двадцать Четыре Двадцать Четыре Но Это Еще Не Сорок Два Но Интересно Сможет ли Хотя бы Приблизиться К этому Результату Итак Где У нас Пес Вот Он Пес Хочу Стоять Слева И Стоит Хочу Не Выполнено Шесть Победных Очков Это У нас 24 Тридцать Победных Очков Ну Что Ж Еще 12 И Всего Лишь Два Конверта Открываем Сначала Вот Этот Конверт Виски Мэн Где Он Виски Мэн Вот Здесь Рядом С Блюдом Интересно Что Здесь Хочу Стоять Во Втором Ряду Нет Он Стоит В Третьем Хочу Стоять Рядом С Выполнено Это Фаталити Да Это Фаталити Потому Что Минус Три Победных Очка Раз Два Три Но Интересно Сколько Наберет Сейчас Кот С Помощью Японского Фартука Это Особый Гость Значит Можно Набрать 12 Победных Очков Итак Смотрим Где У нас Вот Этот Гость И он Стоит У Стола Это Одно Предпочтение Не Хочу Стоять Рядом С Мужчиной Она Стоит Рядом С Барышней И еще Раз Барышней То Есть Это Второе Предпочтение И Наконец Хочу Загораживать Этого Гостя Нет Не Загороди Ла То Это Получается Два Предпочтения Три Победных Очка Учитывая Что Это Особый Гость Умножаем На 2 Получаем 6 И Наконец Раз Два Три Четыре Пять Шесть Тридцать Кстати Столы После партии Разбирать Не нужно Их Нужно Взять И Положить В коробку Вот так В стол Вы положите Карты Гостей А гости До следующей Партии Также Побудут В столе Отправим В стол Еще один Пакет С картами Аппетитные Украшения Стола Бросим В коробку Накроем Все это Дело Полом И после Этого Накроем Ширмами В следующий Раз Сыграем В идеальный Кадр В режиме Аукциона Да Эта история Очень похожа На идеальную Вечеринку Когда собралось Много гостей И вы подходите К хозяину Вечеринки И говорите Я очень бы хотел Сидеть напротив Мотеллы И красотки Но ни в коем случае Не хочу сидеть Рядом С вот этим Фикусом И чтобы рядом Собаки Никакой не было Поэтому Корги Ингиборги Пожалуйста Подальше А корги Ингиборги Наоборот Хочет сидеть Поближе К вам Вот такие Противоречия А красотка Которая напротив Она говорит Я хочу сидеть С краю стола Подальше От того Кто сейчас Сидит напротив Меня В общем Идеальная игра Для тех Кто любит Знаете Для тех Кто Кого называют Кризисными менеджерами Да Которые любят Решать любые Вопросы И если он пришел Так Ты не хочешь Сидеть рядом с ним Ты не хочешь Сидеть рядом с ним Ну-ка пошли В разные стороны Стола Идеальный кадр Скоро их создаем Уже в режиме Аукциона А это совсем другой режим И сыграем Я надеюсь уже На троих Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok